Добрый день, представьтесь пожалуйста. Гулявин Михаил Юрьевич, заместитель директора Института прикладной физики по научной работе. Скажите пожалуйста, какое мероприятие сегодня проводится и чему подошла встреча? Значит, сегодня проводится организационное мероприятие, целью которого является создание Совета директоров предприятия, организации входящих в структуру ФОНО в Поволжском регионе. Ну, Поволжский регион, понимаете, расширительно от Курской Белгорода на западе до Оренбурга на востоке. Большое внимание, как известно, и ФОНО в том числе уделяет 350-му указу президента о переводе физических наработок прикладной науки на нужды сельского хозяйства. И вот вопрос у меня такой, что касается мероприятия, которое прошло в апреле на вашей базе. Вы собирали проекты по сельскому хозяйству и по физике. Есть ли какой-то толк и какое-то продвижение в этом направлении? Ну, я бы сразу оговорился, что ИПФАН не может считаться лидером в области сельского хозяйства. Все-таки мы в первую очередь физики. И то мероприятие, о котором Вы упомянули, оно как раз было посвящено попыткам предложить какие-то наши наработки представителям агропромышленного комплекса. Я бы не сказал, что у нас есть в этом направлении большие успехи. Тем не менее, один проект, связанный с использованием беспилотных летательных аппаратов и лазерных методов диагностики для оценки качества сельскохозяйственной продукции, и спелости сельскохозяйственной продукции, он был поддержан Российским фондом научных исследований. Ну, а в настоящий момент мы ведем некие переговоры с агропромышленным предприятием «Националь». И вот буквально завтра должна состояться встреча, на которой мы надеемся еще раз обсудить возможность внедрения неких наших наработок уже, так сказать, непосредственно в сельскохозяйственные предприятия, в сельскохозяйственные структуры. Вот те проекты, которые были выданы, это порядка 10-15, может 20 проектов, да, и вот один из них, значит, вот прошел. Ну, я все это понимаю, но оценку кто дает? Вот именно, как вы сказали, оценку дает экспертный совет Российского научного фонда. Ну, экспертный совет, по-моему, в него сейчас входит порядка 60 значимых ученых, каждый в своей области, и вообще говоря, у нас нет оснований не доверять оценкам этого совета. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что наш проект хороший, и заявка получила достаточно высокие оценки, но неподдержан она была именно по тому, что мы физики, а не аграрии. И, может быть, где-то мы были излишне оптимистичны, а где-то, может быть, наоборот, не смогли ясно и полноценно донести свои идеи до экспертного сообщества. Но, тем не менее, сколько профессор Водянов из Водянеев планирует получить на, я так понимаю, исследование проблемы, или на внедрение уже, или на все? Значит, проект Российского научного фонда, который был поддержан, подразумевает финансирование в размере 6 миллионов в год ежегодно на 3 года. Понятно. И вот такой, значит, вопрос. Айти-парк Анкудиновка? Ведь была речь о том, чтобы там создать некий уголок, так сказать, где будет показан и представлен. Айти-парк со своим проектом, пусть неподдержанным грантом, но, тем не менее, для этого нужно что создать? Малое инновационное предприятие при ВУЗе? Я правильно понимаю, что, наверное, такое малое предприятие необходимо для участия в проекте. Но я бы сформулировал вопрос немножко по-другому. Вот в Нижегородской области сменился губернатор. Если руководство области будет заинтересовано следить за нашими предложениями и стараться превратить Нижегородскую область в такой яркий узелок, бочак, если хотите, научной мысли, то тогда, конечно, мы будем успешны и разовьем все свои идеи не только в Анкудиновке, но и в других инновационных парках, которые есть на территории области. А нам есть, что показать вообще, в принципе, не только региону, но и всей стране. Вот ведь Ипфран, это же даже не всероссийского масштаба, я так понимаю, он известен по всему миру. И те наработки по всему миру, в том числе Анны Анатольевны Яхно, если я правильно, да, Татьяна Анатольевна Яхно, по капле восхачивающей капли, апреляет качество продукции. Вот нам есть, что показать, в принципе, и мы можем это все вот сказать до конца. Я не буду оценивать какие-то отдельные проекты, но критерием успешности Ипфана является тот факт, что его директор был избран президентом Российской Академии Наук. Вот если хотите, вам оценка российского научного сообщества. А те работы в области детекторов гравитационных волн, в которых принимали участие сотрудники нашего института, в этом году были удостоены Нобелевской премии. Вот вам оценка института конкретнее про вот эти вот наработки про Нобелевскую премию для статьи. Конкретно наработки про Нобелевскую премию или конкретно наработки, которые мы предлагаем для института хозяйства. Про Нобелевскую премию, что вот оценка вот именно мирового масштаба. Значит, известно, что проект по обнаружению гравитационных волн находился на грани закрытия, потому что детектора не обладали достаточной чувствительностью. И в течение, по-моему, ну больше 5-7 или 8 лет, так сказать, продолжалась работа по попыткам засечь вот эту гравитационную волну. Но все они были безуспешными до тех пор, пока сотрудники нашего института не сделали некий улучшенный оптический элемент, позволивший на несколько порядков увеличить точность измерений. Буквально в течение нескольких месяцев после вот установки этих новых оптических элементов были зафиксированы гравитационные волны. Какое-то время ушло на осмысление этого факта. Но тем не менее, тем не менее, вот когда сейчас говорят о вкладе России в проект по обнаружению гравитационных волн, естественно, называются несколько фамилий. Ну, и сама идея была рождена в Советском Союзе. Там предложен, если хотите, принцип в Советском Союзе, но до реализации проекта не дошло. А вот на более поздних этапах теоретической группы из МГУ и группа практиков-экспериментаторов из Института прикладной физики, собственно говоря, и изготовили оптические элементы, принесшие этому проекту заслуженность. К сожалению, проект был настолько большим, что, конечно, наши ученые не могли претендовать на получение Нобелевской премии. Но сам факт такого участия в этих работах – это вот наш уровень. И последний вопрос. Академик Сергеев выражает свою полную готовность способствовать продвижению проектов ИПФРАНа, в том числе и по сельскому хозяйству? Академик Сергеев не теряет связь со своим родным институтом и, конечно, прикладывает все возможные усилия для того, чтобы наука в Нижнем Новгороде развивалась. Ну, вы сказали о губернаторе новом. Я так понимаю, что они очень, мягко сказать, в хороших отношениях с новым губернатором. И я думаю, что губернатор Никитина будет слушать, ну, прислушиваться, во всяком случае, что Александр Михайлович. Я этого не сказал. Я знаю только, что состоялась пока одна встреча Александра Михайловича. 4 ноября на мероприятии на ярмарке. Ну, вот с новым губернатором, с господином Никитином, новым губернатором Нижегородской области. Но насчет того, что у них существуют хорошие взаимоотношения, я думаю, что до этого пока еще просто не дошло. Они должны ближе понять друг друга, ближе познакомиться. И, конечно, мы надеемся, что губернатор найдет возможность посетить институт и ознакомиться с работами института, для того, чтобы у него было большее представление о том, чем и как мы здесь. А мы, аграрная пресса, в этом вам поможем. Спасибо, быть добрым.